Все серьезно, все по-взрослому. К фестивалю команды готовились. Это видно сразу. Лица напряженные, сосредоточенные. Товарищ подполковник, нормейское отделение школы номер один, в фестивале смотр и песни построено. Командир отделения нормей Степанова. А вот младшие участники немного переволновались. Товарищ подполковник, отделение школы номер один, к смотру, строю песни готово. Капитан команды Юрченко. Вольно. Стать строить. Волноваться есть от чего, ведь среди членов жюри, представителей филиала военной академии, первые лица города и области, мэр Череповца Юрий Кузин к будущим защитникам Отечества обратился со всей серьезностью, по-взрослому. Вы видите, что происходит в мире. Со слабыми не считаются, слабых ставят на колени. Слабые становятся предметом завоевания. Мощная армия. Это далеко не только современное оружие, это прежде всего сила и дух воинов. Сила духа, выправка, блеск в глазах. По таким критериям судьи выбирали победителей. В трех категориях. Малыши с 3 по 6 классы, старшая группа с 8 по 11, ребята из специализированных классов, клубов. И так, по традиции, уже четвертый год подряд. Очень радует то, что год от года растет количество участников. В этом году у нас уже заявлено для участия 30 команд. Каждая команда представляет свою песню. Частично некоторые команды имеют свою форму обмундирования. И самое главное, что этот фестиваль проходит традиционно в преддверии праздника Дня Победы. Внешний вид, конечно, важен. Однако ребята признаются, занимаются военным делом не из-за красивой формы. Когда ребенок сам приходит и сам занимается, ему это интересно, тогда, мне кажется, патериотизм в душе воспитается, а не именно наглядный такой. А наглядно пришлось демонстрировать и строевые навыки, и вокальные данные. Только что закончился первый этап конкурса. Участники прошлись строем. Кстати говоря, делать это не так-то просто. Шагать нужно под музыку синхронно. И левую ногу нужно всегда ставить под удары большого барабана. Не всем это удалось, особенно малышам, но они очень старались. А вот прямо сейчас ребята готовятся ко второму этапу конкурса, собственно, конкурсу строевой песни. Песни участники старались выбирать разные, чтобы отличаться от соперников. Тузская земля, кто тебя обидел, не другом твоим, прощение ел. Голода колоники, виновь и виновь, 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 и виновь. Вот эти совсем юные участники из школы номер один оказались в числе победителей. Их отметили в специальной номинации за военную форму. Также лучших выбрали отдельно по строевой и вокалу в каждой возрастной категории. А вот абсолютным чемпионом оказалась 36-я школа. Все победители станут полноправными участниками парада победы на площади металлургов 9 мая. Продолжение следует...